Всем привет! Это Угол зрения с Максимом Исаенко. К нам в редакцию горсайта постоянно обращаются наши подписчики, отписчики, читатели и зрители по поводу того, что в том или ином районе Полевского по вечерам не горят фонари. Сегодня мы выйдем на улицы Полевского, чтобы разобраться, так ли это на самом деле. Сейчас рано темнеет, осень наступила. У вас во дворе как со свечением? Фонари работают? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ситуация улучшилась. Темно, вот особенно, вот я часто работаю, возвращаясь вечером, вот особенно вот здесь вот сворачиваю, когда 35-й дом, там очень темно, общежитие. Рыскорье? А вот здесь вот у нас черемушки, нужны фонари. Куда-то обращались? Нет. А мы возле коммуны живем, там всегда светло. А раньше? Ну, раньше было потемнее, сейчас нормально. А на самой дворовой площадке, конечно, темно, фонарей там нет. Фонарей нет, и возле подъезда тоже у него каждого горит. У вас во дворе как светло, фонари работают? У нас работают. Это какой район? Я в деревне живу. На мраморе работают, спасибо. У вас во дворе как светло, темно по вечерам, фонари работают? Ну, практически нет. А где? Вот здесь 10-й я живу. У нас не только фонарей нет, у нас и дворника нету, бардак. Куда-то обращались? Ну, я в ЖКХ ходила, говорила, на счет этого. Реакции я не люблю никакой. Я в деревне живу. И как там? У нас там все хорошо. У вас во дворе как светло, темно, фонари работают? Ну, по-моему, мы поздно не выходим. Ну, сейчас темнеет рано. Ну, работает, наверное. Да, я вам что-то скажу. Если у подъезда включим у себя освещение, значит, есть. По декабристам освещение очень хорошее, классное. Своевременно включает и выключает. У нас там прекрасное освещение. А во дворе все зависит от подъездов. Освещение, лампочка есть у нашего подъезда. Светло и хорошо. Хорошо у нас обстоят дела. Сейчас похолодало и всякая шелупень дома сидит. Во дворе ни одного фонаря. Это какой район у вас? Это вот Роза-Люксембург, 63. Ну, по улице хоть хорошо ходить теперь там стало. А во дворе уже сколько лет? Куда-то обращались? Ой, как... Или прошлый год, или позапрошли к депутату обращались там. Когда выборы. Так это все не сдвинулось. Но у нас был ремонт, сделали у подъездов. Вот когда включают. Плафоны, да? Да, вот просто плафон. Все. У вас во дворе как? Вечерами, ночами светло? Фонари работают? Теперь да, светло. Это черемушки, да, у вас? Черемушки. А раньше как было? Раньше нет. Что произошло? На подъездах плафоны повешены. Куда-то обращались вы или сама компания? Нет, сама компания похожа. Ой, тороплюсь на юбилей. И пойдем, ничего страшного. Зайдем, там тоже опросим. У вас во дворе с освещением как? Фонари работают? Да, работают. А какой район? Вот здесь, коммунистический. То есть все хорошо у вас, светло? По вечерам, ночам? Светло, да. С людьми, я не разговариваю. А, родители запрещают? Да, 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 да. Как догадался. Ну, по вам видно, что? Ну, понятно. Такой вопрос. У вас во дворе по вечерам светло, фонари работают? Работают. Все хорошо у вас? Ну, как сказать. Все хорошо никогда не бывает. Нормально все. А какой район-то у вас? Сказка. Как вы видите, мнения полевчан снова разделились. А если у вас есть проблемы, которые вы хотите, чтобы тоже получили широкую огласку, пишите нам в редакцию горсайта. Это был Угол зрения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok